Начальник УВД по городу Сочи Василий Умнов лично посетил ветерана Великой Отечественной войны Анну Акакиевну Бурдину, вдову ветерана МВД бывшего заместителя начальника УВД по городу Сочи Андрея Бурдина. Анна Акакиевна в 1942 году отправилась на фронт добровольцем. Три месяца находилась в запасном полку под Туапсе, где прошла шифровальные курсы. Участвовала в боях под Туапсе, Таманию в Керчи, Севастополе и Симферополе, Одессе. В 1943 году была ранена в Крыму. Оттуда была направлена в Москву для прохождения шифровальных курсов по повышению квалификации. Потом в составе железнодорожной бригады отправилась в Румынию и Венгрию, где и встретила победу. После в ходе Советско-японской войны ее направили в Маньчжурию, где Анна Акакиевна служила в разведке до декабря 1945 года. Оттуда и была демобилизована. По возвращении в Сочи работала бухгалтером, а после выхода на пенсию продолжила трудиться в должности заведующей архивом Адлерского исполкома. А начальник Хостинского отдела полиции Кирилл Криченков вместе с членами ветеранской организации района посетил ветерана Великой Отечественной и ветерана МВД Михаила Дмитриевича Солдатова. Он воевал в составе Первого Белорусского фронта, был командиром артиллерийского расчета, принимал участие в освобождении Кёнигсберга и Кракова. После победы продолжил службу в милиции, в подразделениях по охране особо важных, в том числе правительственных объектов. В канун празднования Дня Победы руководство и сотрудники родного отдела полиции подарили Михаилу Дмитриевичу газовую плиту, так необходимую в хозяйстве.